Друзья, всем привет! Я тут недавно подумал, что все, что я делаю спонтанно, у меня получается чуть лучше, чем если бы я это планировал. И вот с этим видео, например, точно так же. Я давно хотел записать что-то про свои кроссовки и думал, что, блин, надо там сесть, подумать, какие у меня есть, что-то о них рассказывать и так далее. Но сейчас я постараюсь сделать, ну, блин, просто экспромт. И как пойдет? Я расскажу про свою коллекцию беговой обуви, небольшую коллекцию, там у меня, по-моему, то ли 7, то ли 8 пар, даже я до конца не знаю. Это не так много, на самом деле, потому что у профессионалов или там бегунов-любителей, которые прям заморачиваются по кроссовкам, еще больше, да, там по 20 пар бывает и так далее, и не все их используют. Я тоже использую практически все, потому что я люблю выбирать ту самую обувь, использовать ту самую обувь, которая подходит прям непосредственно для конкретного типа тренировок, для там конкретной дистанции, если это забег и так далее. То есть я люблю это все делать, чередовать, использовать то, что мне нравится, в чем мне комфортно и что подходит именно мне, поэтому я пробую, экспериментирую. И сейчас у меня вот про эти пары, короче, я расскажу. Погнали! Не знаю, зачем я сказал «погнали», потому что у меня все равно нет никакой отбивки и никакой заставки, поэтому я просто перейду к первой паре. Это Asics, Asics Patriot 10, это, наверное, самая дешевая пара из моей коллекции, и это не первая, не первая кроссовка, которую я покупал. В общем, все началось, на самом деле, с модели Asics Patriot 8, да, по-моему, в 2017 или 2018 году я купил восьмую версию, сейчас уже десятая, по-моему, сейчас уже вышла даже одиннадцатая. В общем, что это за обувь? Это самая простая обувь у Asics практически, беговой пары, да, из беговой пары. Это обычные тренировочные кроссы, они просто помогают вам в течение, там, 200-300 километров, километров, да, не убить ваши ноги и хоть как-то, ну, собственно, попробовать себя в беге, ну, и поделать какие-то, ну, любые виды тренировок, в принципе, подойдут, просто, ну, длительные бы я в них точно не бежал. Амортизация становится достаточно уже некомфортной, там, через какое, ну, там, я не знаю, через 20 километров в них. Поэтому простые тренировки, простые работы, опять же, быстрые работы в них делать тоже неудобно. Ну, вот, они легкие, они простые, они спасают ваши суставы, и это все, что они умеют, без особых каких-то претензий вообще на что-либо в плане, там, качественной обуви, качественной скорости, быстрой скорости и долгого, большого объема, да, то есть просто беговые кроссовки за 2500 рублей. Что-то типа этого. Я рекомендую их, если вы хотите начать. Сейчас есть, да, 11-я версия, опять же, там, на крупных онлайн-магазинах можно найти ее по скидке в районе, там, 3000 рублей или что-то типа такого. Поэтому пробуйте для начинающих самое то. Едем дальше. Вот эта беговая обувь, это тоже Аксикс, Асиксы. Ну, вообще, на самом деле, у меня больше, наверное, всего изначально было Асиксов, потому что как-то считалось, что короли в беге, да, это Асикс, Асикс делают лучше беговую обувь и так далее, но на самом деле это не так. Ну, то есть нельзя сказать, что они там в топе, потому что очень много брендов сейчас все делают классную обувь, но вот как-то велось, что с Асиксом я подружился больше именно в начале своего пути, да. И вот это, как вы видите по протектору, это уже, ну, такая трейловая обувь, хотя трейлы я особо не жалую и не бегаю пока что, просто я использую эту обувь для бега зимой. В общем, в чем здесь фишка? Это Асикс гель Sonoma 3. Да, тут есть подошли какой-то гель, гель это, типа, фишка технологии Асикса, но ничего такого, опять же, сверхъестественного она в себе не несет, я считаю. В чем фишка? На самом деле это Sonoma 3, это бюджетная трейловая обувь, протектор здесь не такой агрессивный, достаточно, скажем, простой и подходит, ну, для такого средненького лесного трейла, для каких-то забегов по пересеченной местности и так далее. Ну, вот зимой мне тоже в них комфортно, не всегда я использую зимой эту пару, потому что, ну, сейчас можно бегать, я считаю, в обычной обуви, в этом сезоне я бегал, точнее, в этом межсезонье, да, этой зимой я бегал практически во всей своей обуви без протектора зимой и вообще не парился абсолютно. Собственно, здесь в чем фишка? Укрепленный немножко носок, да, чтобы там не ударить какие-то камни, ветки, корни, ногу и так далее. Естественно, подошва сама чуть более плотная, опять же, для того, чтобы какие-то камни и прочие вещи не чувствовались под подошвой. Шнурки у меня тут изгрызены собакой. Что еще интересного? На самом деле, ничего в них примечательного я, опять же, для себя бы не выделил, это просто пара, которая закрывала мою потребность в том, чтобы бегать зимой и хоть какое-то сцепление иметь со снегом. Чуть более лучшее сцепление, чем если бы я бегал на обычной лысой обуви, скажем так, без протектора, которая для асфальта обычно используется. Опять же, они дешевые, это что-то в районе 4000 рублей, я бы, второй раз я бы не взял. То есть, зная, что сейчас, например, выпускаются более прикольные модели, опять же, я сейчас с Sonoma 4, по-моему, уже вышел с Sonoma 5. Они выглядят более привлекательными, улучшенными во многих планах и так далее. Что мне больше всего не понравилось именно в этой обуви, в Sonoma 3, это они, ну, жесткие, они действительно очень прям вот такие жестковатые, их тяжело согнуть, в них нога, ну, практически стопа не гнется, когда нужно, да, там, определенным образом ставить стопу и отталкиваться. Вот, вот, гибкости очень не хватает, и они, ну, реально просто закрыли ему потребность, вот, все. Ничего сверхъестественного, сейчас бы я взял что-то типа гель Fuji Trabuco или, ну, или новой версии Sonoma, или вообще посмотрел бы трейловую обувь у Соломона, потому что Соломон заборачивается по трейлам, как вы знаете, или не знаете, гораздо больше, да, то есть это прям, ну, специалисты в этой обуви, скажем так, и у них есть более прикольные варианты. И снова ASICS, друзья, так повелось, это, наверное, последняя пара, да, это последняя пара из моих ASICS-ов, из тех, что, ну, собственно, из моих ASICS-ов, да, я больше ничего не брал. Это полумарафонки. Полумарафонки отличаются тем, что они чуть более жесткие и чуть более легкие, чем обычная тренировочная обувь, а значит, позволяют вам бежать быстрее на соревнованиях, например, ну, там, опять же, какие-то доли, там, секунды или проценты выигрывать и так далее. У самого себя. И это круто. Я купил только, по-моему, в 2018 году и пробежал в ней полумарафон в Перми, тоже в 2018, там, в сентябре. И вот пока она была свеженькая, да, пока эти ASICS-ы были свеженькие, это модель Roadhog FF, сейчас есть вторая версия. Так вот, пока они были свеженькие и еще нормально амортизировали, при этом они были легкими, ну, и остаются, они прям себя очень хорошо вели, показывали, мне прям нравилось в них бегать, я считал, ну, вот, классно, реально классная пара. Но достаточно быстро они потеряли свои амортизирующие свойства и, скажем так, после километров 300-400 мне в них стало бегать уже не так комфортно. То есть, даже, например, в манеже, где тренировки проходят по резиновому покрытию, да, специальному, которое, как бы, сглаживает ваши шаги, сглаживает удары, да, вот это все. Все равно мне в них менее комфортно, ну, не говоря там уже даже про асфальт и так далее, чем, ну, короче, свежая обувь, когда она была вот вот из магазина. Это действительно так, полумарафонки ходят меньше, они легкие, они быстрее, ну, типа, стираются, быстрее теряют все свои свойства и так далее, ну, так якобы принято. Да, ну, вот, тем не менее, в них еще можно бегать. Я заметил, что по мере того, как я начал увеличивать, ну, во-первых, объемы увеличивать, да, тренировочные, стал больше прокачиваться в беге и так далее, мои связки, мои мышцы стали более крепкими, более прокачанными, мне стало комфортнее, опять же, бегать в полумарафонках, да. То есть, несмотря на то, что там меньше амортизации, эту роль на себя амортизирующую взяли именно связки. И связки стопа прокачалась и так далее, и мышцы, суставы, и вот мне стало комфортнее. Но, тем не менее, я вот, опять же, сейчас, вот лично, взгляд на прошлое, я опять не нахожу в них ничего такого сверхъестественного, и второй бы раз я их брать опять же не стал. Сейчас есть, на мой взгляд, более прикольные полумарафонки и у того же Асикса, ну, тот же, например, ГЛДС-тренер, да, знаете, может быть, опять же, может, и не знаете. 24-я модель, 25-я скоро выходит, по-моему, и это прям, ну, топовые, одни из топовых полумарафонов, наверное, на рынке. Поэтому, вот, я бы посмотрел сейчас в ту сторону. Тем не менее, эти штуки я оставлю, и иногда, очень редко я использую их на тренировках для быстрых работ, потому что они легкие, комфортные, хорошо гнутся, и, ну, вот и все. Но, опять же, бежать в них долго, сейчас бы полумарафон я в них не побежал. Десятку максимум, но и то, как бы, ну, все-таки они уже подустали. Дальше. Это Nike AirZoom Pegasus, или Pegasus, как их часто называют, Pegasus 35-й. С 35-й модели они стали выглядеть примерно так. До этого Pegasus выглядели, ну, я бы сказал, не сильно по-другому, но прям заметно отличались. И если бы я, не знаю, бегал раньше и покупал бы предыдущие Pegasus, я бы подумал, ну, какая-то невыразительная обувь и так далее. Вот эти мне прям нравятся внешне, я считаю, что это классный дизайн. Для меня это тоже важно, чтобы кроссы выглядели прикольно. И, если честно, это мои любимчики на сегодняшний день. Это не дешевые кроссы, они универсальные. Как только они вышли, они стоили, там, в районе 10 тысяч рублей. Ну, где-то можно было, там, по скидкам урвать. Я, по-моему, их купил, что-то где-то за, ну, почти за 8 тысяч. И они реально универсальные. Их прикол в том, что ты свободно можешь бегать в них и быстро. Быстро это примерно, там, и по 3.20 на километр, там, 3.50, более медленные работы. Но, тем не менее, быстрый интервал тоже в них делать можно. Бегать в них просто, там, по 4.30, 5.0, все что угодно. Я реально считаю, что это универсальная обувь. Но вот, например, бежать в них марафон я бы не решил. Не решился, потому что все-таки они чуть-чуть жестковат, скажем так. Так, это что-то, типа, что-то среднее между полумарафонками, на мой взгляд, если вот говорить про классические полумарафонки, да, в том смысле, что они не такие амортизирующие и легкие. И между тренировочными кроссовками, такими массивными, большими, которые спасают ваши колени, ваши суставы и прочее, да, там, от нагрузки. Вот это реально прям промежуточный вариант. И что еще мне нравится, когда вы надеваете их, вы зашнуровываете, и они прям идеально облегают вашу ногу сверху. То есть вы как садитесь в какой-то такой, ну, мне это ассоциация очень нравится, в такой болид спортивный и ничего лишнего. То есть вам не нужны никакие лишние, там, приборы, не знаю, лишние органы управления и так далее. У вас только то, что нужно, чтобы бежать быстро, сосредотачиваться именно на... Как это бы сказать? Сосредотачиваться на... То есть вы не на самом, как бы, беге, вы не думаете о том, как вы ставите ногу и так далее, но сосредотачиваться, в принципе, на... На движении, скажем так. Все, ваш мозг, там, ваши ноги, все заточено тогда, когда вы их надеваете, да, под то, чтобы бежать, бежать хорошо, бежать комфортно. И мне нравится в них бегать, там, 5 километров, 10 километров, 21. Я прям их очень люблю. Единственное, я переживаю, что они могут отходить не так много километров, что-то типа, может быть, там, 500. Сейчас им где-то 350, может быть, 400 километров. И я думаю, что скоро они уйдут на упокой, но я очень бы не хотел... По крайней мере, сейчас они все еще комфортные. Я прям очень рекомендую. Фишка... Фишка в них, я не знаю, вот... Такие нити Flywear, по-моему, они называются. Собственно, когда вы затягиваете шнурки, эти нити, они тоже затягиваются, потому что они прикреплены по, вот, как бы, по такой дуге к началу подошвы. И, собственно, за счет этого, в том числе за счет этого, ваша нога, она прям вот, ну, получает такие обнимашки от кроссовка. Мне это очень нравится. Я очень рекомендую эту обувь. Сейчас вышла 36-я версия, они изменили немножко верх кроссовка. Верх кроссовка стал еще более легкий, еще более дышащий. Поэтому, если у вас есть... Ну, вы хотите универсальные кроссы, там, на все случаи жизни для быстрых работ и для медленных. Nike и Pegasus 36 или 35, как у меня. 35-я сейчас должна стоить дешевле в магазинах, опять же, если урвать их по скидке, например, вообще, must-have. И еще одни ASICs в моей коллекции, друзья. Я, на самом деле, про них забыл немножко записать и рассказать вам, потому что именно в тот день, когда я записывал остальные ролики, я бегал в них и оставил их прямо в прихожей. Но, в общем, это ASICs GT1000, седьмая версия. И, пожалуй, это самые лучшие ASICs в моей коллекции. Это очень универсальная обувь. Я прямо в них делаю практически любые работы. Я в них бегаю длительные, я в них бегаю какие-то спокойные кроссы. Я в них делаю темповые работки. Я в них, не знаю, бегаю в манеже, да, там, до 3.50. Вот с таким темпом в них бегать комфортно. Дальше уже, ну, не очень. Они такие становятся, ну, кажется, более массивными и так далее. Но, в целом, это очень качественные кроссы. Я пробежал в них, наверное, порядка уже 700-600 километров. И они себя прекрасно показывают все еще. Все еще сохранилась амортизация. Они классно облегают ногу. И ты, несмотря на то, что они весят, ну, как любая амортизационная обувь, да, такая вот обычная у ASICs в районе, там, 300, может быть, 330 граммов. Но при этом, ну, вот эта тяжесть, она не ощущается. На самом деле, серия GT у ASICs для тех, у кого есть небольшие проблемы с пронацией, да, но для меня, как человека с нейтральной пронацией, это абсолютно никак не ощущается. Ну, то есть моя пронация никак, скажем так, не исправляется этой обувью. Но зато я получаю какое-то ощущение поддержки дополнительной, стабилизации и так далее. И в них реально комфортно, например, если сравнить те же повороты в манеже, да, на виражах. Прям очень комфортно проходить эти вещи. Даже там, ну, в темпе 4.0, да, в таком вот, ну, полу, как бы не очень быстром, но при этом вот как раз когда ты бежишь не быстро, на виражах не так комфортно. Так вот, на всех поворотах, в том числе и в городе, прекрасно. В общем, я на них бегаю практически везде, практически всегда. И это реально мои, наверное, самые такие долго живущие, долго играющие кроссы. Я вот рекомендую вам, если вы хотите взять себе, например, одну-две пары каких-то кросс, да, вы сейчас выбираете, то вот GT1000, сейчас уже есть, кстати, восьмая версия, и, по-моему, даже скоро выйдет девятая, если уже не вышло. Но девятая там, ну, как бы, вот девятая сильно отличается, она там действительно полегче, а восьмая от седьмой практически не отличается. Поэтому ищите в магазинах, там, седьмую версию, она сейчас стоит 4000 рублей. Это прям, ну, выгодная покупка, я считаю. В общем, я рад, что у меня есть такие кроссы. Они помогают мне не так сильно износить мои, остальные кроссы моей коллекции, потому что остальные я жалею больше, а эти ребята, ну, прям, держатся молодцом. А теперь вот эти красавчики. Это Hoka One One. Да, считается именно так, не One One, а Hoka One One, кто не знал. Мне... Так, я лишнего беру. Тоже некуда ставить новую обувь. Короче, Hoka One One, Clifton 5. Как вы видите, первое, наверное, что вам бросается в глаза, это широкая, ну, достаточно высокая подошва. И она действительно высокая, тут что-то в районе, там, трех с половиной, ну, ладно, я про технические вещи не буду говорить. Короче, она действительно высокая. И ключевое отличие этих кроссовок в том, что при своей кажущейся массивности они легкие. То есть, Clifton 5 весит что-то вроде, там, 260 граммов. Один кроссовок это реально легко для тренировочной обуви, максималистичной, с хорошей амортизацией. И мне очень... Они, короче, мне понравились. Хотя сначала, как только я начал в них разбегиваться, я очень сильно натирал себе стопу именно на правой ноге. И натирал я ее в районе... В районе свода стопы, то есть, вот, где ваша стопа, да, прогибается. И прям вместе... Я вам покажу этот кейс. У меня был... Вот, короче, где, получается, стопа, правая стопа, да, вот, левая ее часть прилегает к кроссовку, к подошве, скажем так, и вот к стельке. Вот это место я себе очень сильно натирал. Я его обрезал. Я тупо срезал тут где-то миллиметра три, и благодаря этому, в общем, мне теперь стало бежать хорошо. Я прибегался к этим кроссовкам, и я писал отзыв, там, на своем сайте про них, и я сначала плевался и ругался от них. Но сейчас я бы их, ну, похвалил. Еще одна фишка в том, что у них дроп всего 5 миллиметров. Дроп-то перепад, да, с пятки на носок, то есть, в разнице между пяткой и носком по высоте всего 5 миллиметров. То есть, если у классической обуви, ну, классической, там, ладно, не будем говорить слово классической, у многих беговых моделей, многих компаний, этот перепад, там, в районе 8-10, есть даже, там, 12 миллиметров дроп и так далее. И считается, что чем меньше дроп, да, тем больше он, как бы, тем больше эти кроссовки подходят под то, чтобы бежать с передней части стопы, да, не на пятку, а вот именно с передней. То есть, как-то так. То есть, многие соревновательные, соревновательные обувь, кстати, тоже имеют достаточно маленький дроп. Что я про них могу сказать? Единственное только переживание, что они тоже будут ходить мало, там, в районе 500 километров. К сожалению, они, наверное, потеряют свои маргетизационные свойства. Это исходя из отзывов, там, в Рунете и в англоязычном интернете. А я очень много, там, читаю все про кроссовки, на самом деле. И в них я пробежал в марафон в Будапеште. Все было комфортно, у меня ничего не болело. Ничего я себе не натер абсолютно. Мне очень нравятся они для длительных работ по асфальту, по пересеченной, возможно, местности. В них тоже неплохо бегать. Но вот я просто их чередую с другими кроссовками. В общем, это классная обувь. Я побегу в ней, наверное, марафон в Казани в 2020 году, в мае. Пока все идет к этому. Не буду покупать себе что-то отдельное. Они не дешевые. То есть, Hoka One One, вообще, на самом деле, фирма одна из самых дорогих. И все их кроссовки стоят в районе, там, от 9 до 14 тысяч рублей в магазинах. И, ну, они славятся, действительно, тем своей легкостью, своей амортизацией. И тем, что при этом они еще и, ну, помогают возвращать, ну, то есть, потеря энергии минимально, да. То есть, из-за того, что высокие амортизационные свойства. Часто бывает, что теряются отталкивания, там, и так далее. Вы сильно проседаете. Но нет, здесь такого нет. Мне очень нравится перекат с пятки на носок. То, как вот, что называется, райдом. И они как вот такой, в такая форма, метарокер у них называется, подошвы. И она прям, как лодочка такая, оп, оп. В общем, в них бегать приятно. Теперь следующая пара. Это Adidas. Так, я забыл, как она называется. Adidas Solar Boost. Точно, это Adidas Solar Boost. Не помню, какая модель по-нас... По-моему, 9... Так. Не помню, индекс. В общем, эта модель вышла в 2019 году. По-моему, в конце 2019-го. Solar Boost, да. Я считаю, что это хорошая модель для новичков. Для всех, кто бегает с пятки. Ну, хотя, насколько вы знаете, ну, просто бегать с пятки, наверное, невозможно. Все равно, когда вы касаетесь с пятки, это лишь первое касание. А потом вы все равно вес, свое тело переносите на вот среднюю-переднюю часть стопы. И максимальный, как бы, удар, скажем так, все равно приходится сюда. Но, тем не менее, если вы, вот, вам кажется, что вы прям с пятки, да, здесь амортизация достаточно хорошая. И это технология Boost, да, Adidas, это фишка Adidas. Буст, вот эти, вот эта вспененная, вспененная, вспененная пена. Если так можно сказать. Нет, пусть здесь как-то правильно. Вздутая пена. Короче, ну, как вы видите, там вот такие шарики, такие... Она такая фактурная. И, как бы, она дает наибольший процент возврата энергии, да, после того, как вы ударяетесь со землю, перекатываетесь и, собственно, бежите дальше. Вот, я здесь такого не заметил, на самом деле, потому что все кроссовки у Adidas с Boost достаточно тяжелые. И это минус. Они весят, там, порядка 350, наверное, если не больше грамм один кроссовок. Я считаю, что это много для обуви, которая, ну, при этом должна еще и тебя, там, хорошо вперед проталкивать. Поэтому это просто беговые тренировочные кроссовки, там, плюс-минус на каждый день. Особых фишек... А, да, вот, смотрите, Continental, типа, Adidas сотрудничают с брендом, который производит резину, да, вы знаете, Continental, там, шины, вот это все. И, может быть, я бы назвал это единственной фишкой, потому что сцепление по асфальту реально классное. То есть, эти кроссы, я считаю, идеально подходят для бега по асфальту. Хотя я в них бегал и в манеже, я в них бегал и зимой, да, по снегу. Но именно по асфальту они ведут себя лучше всего. И хорошо отрабатывает Boost на асфальте. Но минусы в чем? Минусы у них, вот, тут кажется, что есть стабилизирующие какие-то элементы, да, и твоя нога не должна, ну, якобы, скажем так, испытывать какие-то сложности при поворотах и так далее. Или, там, при неровной постановке стопы и так далее. Но мне некомфортно в них на поворотах прям очень сильно. То есть, бегать в них в городе, окей. Бегать в них на трассе, опять же, где там мало поворотов, окей. Но бегать в них, например, в манеже, по кругам, на виражах, полный отстой. Я в них не могу бегать. Ну, в общем, у меня тяжело становится, моя нога начинает дополнительно напрягаться и вот так вот гулять. Это кроссовки по размеру. То есть, не думайте, что я взял что-то не по размеру себе и из-за этого испытываю такие чувства. Реально, вот в передней части стопы нет ничего такого удерживающего. Я бы еще сказал, что они для широкой прям стопы. То есть, если у вас широкая стопа, вы считаете, что, по крайней мере, она у вас такая. Попробуйте эту модельку. Но быстрая работа в них делать без полезняк очень некомфортно. Массивная пятка и мало амортизации здесь. Некомфортно. То есть, выезжать быстрее там 4.0 отстой. Тем не менее, тренироваться, бегать, опять же, по асфальту. Я в них собираюсь и дальше. И это все, что я от них жду. Единственное, еще, наверное, минус. Летом в них очень жарко. То есть, я бегал в них там, когда было... В конце лета их, по-моему, приобрел. Было еще тепло, но... Нифига вот эта штука не дышит. Да, выглядит так, как будто бы перфорация. Но это достаточно плотный материал, который практически ничего не пропускает. То есть, ваша нога будет очень сильно потеть. И зимой, кстати, от этого у них абсолютно комфортно. То есть, не нужно там какие-то дополнительные носки. Я не знаю, или специальную обувь с гортексом, да, с мембраной и так далее. Вот прям эти штуки спокойно, там, до минус 20, я не знаю, в одних носках. Я бегал. Но кайфа особого не испытываешь. Зимой тоже. Поэтому просто тренироваться и бегать по асфальту. И последняя моя пара, которую я приобрел совсем недавно, это New Balance. И до этого с New Balance я вообще особо не был знаком, наверное. Просто поглядывал за ними в интернете, читал о том, что они выпускают, смотрел обзор обуви и так далее. Но в руках не держал, на ногах не носил и не бегал, соответственно, в New Balance. И я считаю, что это одна из самых крутых пар у них сейчас. Это New Balance Fuel Cell Rebel. Да, по-моему, так они называются. Собственно, для чего они нужны? Это полусоревновательная обувь или обувь для быстрых работ. Здесь в них есть пластина специальная. Но это не карбоновая пластина. Ну, неправильно говорить, что она из карбона. По-моему, это какой-то упругий материал, который тоже помогает при постановке стопы, опять же, на переднюю часть, да, получать еще больше возврата энергии и толкаться сильнее, шаг удлинять и за счет этого бежать быстрее. Они очень легкие. Здесь нет как такового язычка привычного нам. То есть это вот такой материал в виде носка, я бы так сказал, который крепится, опять же, к началу подошвы по бокам. И вот очень приятно облегает вашу ногу. Они прям невесомые относительно. Они весят в районе 200 граммов всего лишь каждый кроссовок. И это очень легко. Они для быстрых работ, как я уже сказал, я собираюсь в них бегать 5 километров, может быть, 10, если моя нога выдержит, собственно говоря, правильные техники бега на такую дистанцию на соревновательном темпе. То есть там бегать, например, пятерку по 3.45-3.50 в темпе, да, и, например, десятку. Сейчас, на момент записи видео, я собираюсь попробовать пробежать в них там в районе 4.08, ну, скажем, с таким темпом, да, 4.06. Посмотрим, что получится. В общем, они определенно подходят для всех быстрых интервалов, для бега, в том числе и около 3.0, да, если нужны прям какие-то короткие ускорения и так далее, или даже быстрее. Мне в них очень комфортно. И в манеже, к сожалению, не успел потестировать их пока что на асфальте. Я очень жду, когда у нас растает все, что навалило за зиму. Я прям на них ставлю, питаю надежды. И они стоят, на самом деле, не так дорого, как остальные кроссовки топового сегмента, да. Они стоят, ну, порядка, там, 8 тысяч рублей. На официальном сайте что-то вроде 9, но, опять же, на каких-то крупных ритейлерах в онлайне можно найти по скидке в районе, там, 7 тысяч рублей. В общем, мне очень нравятся эти ребятки. Я собираюсь побегать в них побольше. Пока что я в них пробежал всего лишь одну тренировку в манеже. Но я получил определенное удовольствие. И хочу рассказать о них вам попозже, потом с отдельным обзором посмотрим, что из этого получится. Вот и все, друзья. Это все мои 8 пар. Нет, это 7 пар, 8, да, это патриоты 8, из которых я начинал, уже где-то покоятся. Спрашивайте меня, что вам интересно еще про кроссовки. Я порекомендую вам что-то конкретное. Можете писать мне в личке. Где меня найдете, я не знаю, в разных социальных сетях. Спрашивайте, что вам интересно. Я порекомендую в зависимости от вашего веса, от вашей формы беговой, от того, что вы ждете от обуви и так далее, для каких-то тренировок или соревнований вы хотите купить и так далее. В общем, друзья, спасибо, что были со мной. Пока.